В День защитника Отечества в Копейске состоялся гала-концерт 23-го традиционного конкурса фестиваля «Красная гвоздика». Лучшие номера патриотического творчества можно было увидеть на сцене Дома культуры имени Кирова. В этом году формат проведения «Красной гвоздики» претерпел некоторые изменения. Раньше были отборочные туры, затем конкурс и гала-концерт. В этот раз любой копейчанин, пожелавший выразить свою любовь к родине, мог стать полноправным участником конкурса, не проходя отборочные этапы. Стоит отметить еще одно нововведение этого года – разделение участников на две категории – профи и любители. «Прощай, любимый город, уходим завтра в море, и ранней порой мелькнется кормой знакомый платок голубой». Городской конкурс-фестиваль проходил в течение четырех дней, у каждого из которых была своя жанровая тематика – инструментальное исполнение, художественное чтение, вокал и хореография. Всего было представлено 130 номеров, свои творческие способности в которых показали около тысячи человек. За то, что ты река без берегов, за каждую весну твою и зиму, за всех друзей и даже за врагов, спасибо, жизнь, за все тебе спасибо. В конце праздничного гала-концерта состоялась торжественная церемония награждения. Обладателями гран-при конкурса фестиваля стали хор казачьей песни «Тугайкуль» Дома культуры имени Ильича и группа «Макс Тон» ДК имени Бажова. Из-за кулис у нас появляются наши артисты, потому что они сегодня представляли вам, дорогие копичане, свое патриотическое творчество. Дорогие друзья, хочу особо поблагодарить всех вас, которые пришли сегодня на наш праздник. Огромное спасибо моим ребятам, музыкантам, огромное спасибо автору «Светлая память» Игорю Талькову. С праздником! Спасибо! Конкурс-фестиваль «Красная гвоздика» был посвящен защитникам Отечества всех времен и бессмертным произведениям кинематографа, поскольку текущий год был назван Годом кино в нашей стране.